Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и с появлением на продаже огромного количества техники посыпались вопросом, стоит ли брать ту или иную машину. Я себе репу немножко почесал и подумал, а почему бы не заснять видео, в котором я смогу высказать свое субъективное мнение по поводу каждой из этих машин. Ну а обзоры на данные машины вы можете посмотреть у меня на канале. И вообще, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте обязательно палец на колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход новых видео. Я стараюсь специально для вас и мне крайне приятны ваши подписки и помогают развивать мое начинание. Более 68 на сегодняшний день процентов постоянных зрителей канала делают это без оформленной подписки. Вам эта подписка не стоит ровным счетом ни гроша. Ну а для меня это развитие моего канала и возможность конкурировать с мастодонтами, которые оккупировали YouTube. Спасибо большое за подписочку. Итак, друзья мои, целых 15 машин есть на продаже с абсолютно разными ценниками. И вопрос заключается в том, на кого стоит обратить внимание, а кого стоит обойти стороной или кто из этих машин вам не подойдет. Кого стоит обойти стороной, это вопрос очень сложный, потому что у нас у всех разные вкусы. Ну кому-то нравятся, допустим, там крайне медленные машины, которым является тот же самый черепах МК-1. Ну а кому-то нравятся более быстрые машины, которые носятся по карте и доставляют удовольствие веселым фановым геймплеем. Короче говоря, ребят, давайте будем осуждать каждую по отдельности. Я высказываю свое субъективное мнение. Вы пишите обязательно в комментариях свои уточнения, ну либо свое собственное мнение, если оно есть. Что касается Черчилля. Мы пойдем по верхсходящей, от самых дешевых к самым дорогим. Что касается Черчилля. В нем, безусловно, есть свои плюсы. В частности, плюсом является его орудие. Орудие вполне точное, вполне себе для своего уровня скорострельное. 5 секунд перезарядка заявленная, базовая, а вы еще и улучшить это можете оборудование. Что касается урона, 160 единиц в целом нормально для 6 уровня. С такой скорострельностью ДПМ довольно-таки неплохой на левеле. Ну а вот что касается минусов, ребят, так это подвижность машины. Потому что вперед она движется со скоростью 20 км в час. И к этому необходимо быть готовым. Что касается, ребят, брони по данной машине. Броня, безусловно, есть. Как вы видите, брони здесь больше, чем достаточно во лбу. И в целом на своем уровне вы будете абсолютно-таки бодро танковать большое количество соперников. Что касается бортов кормы, здесь, в принципе, все понятно. Короче говоря, ребят, если где-то когда-то вы на какой-нибудь тяжелой британской технике уровне играли, я имею в виду Черчиллей, то в целом данная машина вас абсолютно ничем не удивит. И предоставит приблизительно тот же самый геймплей, что и на других британских тяжах. Что касается других ребят, которые есть на продаже. Следующим у нас стоит, ребят, по списку. Довольно-таки интересная машина, но в то же время не для слабонервных. Почему? Говорю так, потому что машина не обладает броней, в принципе. Для своего 6 уровня является средним танком. При этом, ребят, у него есть довольно прикольный плюс. Это его барабанное орудие на 3 снаряда со временем перезарядки внутри самого барабана в 1,5 секунды. Это довольно-таки приемлемо для уровня. И обратите внимание, что на своем 6 уровне, несмотря на то, что это средний танк, он тоже обладает 160 урона. И это довольно-таки неплохо. Что касается минусов. Ввиду того, что это сущий картон, а время перезарядки магазина заявлено 12,5 секунд, то отыгрывать будет немножечко все-таки сложновато. Что касается, ребят, того, как выглядит его броня, то броня выглядит вот так вот. А точнее, полное ее отсутствие. Как видите, здесь даже с привиденками особо похвастаться нечем. Поэтому высокая машина, плохо живучая, в то же время обладающая прикольным орудием. Если вы сможете с ней справиться, она будет доставлять вам удовольствие. Но в большинстве своем, особенно для начинающих игроков, абсолютно не самый лучший выбор. Потому что здесь действительно, ну, крайне страдальчески все будет обстоять в отношении вашего выживания в боях. Ну, это мое субъективное мнение, как я говорил. А там уже дальше пишите свое, если данной машиной вы обладаете. Что касается следующего товарища, ребят, то здесь, ну, много говорить не буду. Покажу вам просто сравнительную таблицу. Я думаю, вы сами все поймете. И СУ-122С. Это обычная ПТ-ха, ребята. Если вы посмотрите на сравнительную таблицу по данной машине, то вы обратите внимание, что проходная версия СУ-152 обладает тупо теми же самыми... Сейчас попробую приблизить. Тупо теми же самыми характеристиками по орудию, по сведению. Я имею в виду по орудию, по скорострельности, по альфе. Короче, это тупо та же самая машина практически во всем. Удельную мощность вы даже не почувствуете этого в игре. Доходность 150% это не фармер. И брать ради фарма данную машину это глупо. Потому что, в принципе, лучше взять себе машину с повышенным коэффициентом фарма, больше 150% доходности. Ну и, соответственно, тогда на ней получать прибыль. Маммашина, в принципе, ничего нового по ощущениям не принесет, если вы играли на СУ-152. И мне кажется, ребят, что все-таки премиумные коллекционные машины стоит брать не только ради того, чтобы получать финансовую выгоду в виде серебра, а еще и получать дополнительные какие-то ощущения. Данный аппарат дополнительных ощущений не принесет. Что касается процента по победам, то здесь на 1% побед больше, чем у стандартной версии. Причем на стандартной версии играло 2400 игроков, в ряду которых новички, которые просто проходят ветку. И там достаточное количество поражений. Здесь же играло 180 человек и смогли сделать только 52% с копеечкой побед. Я думаю, что основную суть по ИСУ-122С и мою позицию по поводу нее я смог объяснить. Что касается следующего, кто стоит в нашем списке, то это у нас Type 62. Второй. Действительно достойно внимания 4000 голды. Я бы сказал, дороговато. Все-таки 3,5 было бы более объективно. Это все-таки семерка. И я бы сказал, что вполне играбельное. Достаточное количество мощности двигателя для того, чтобы комфортно передвигаться на данном легком танке по карте. Есть довольно неплохой урон в 200 единиц, надетый на 5,5 секунд перезарядки, который вы сможете еще и улучшить. И при этом ваш ДПМ будет больше 2200 на седьмом уровне, ребят. Поэтому Type 62 однозначно достоин вашего внимания. Ну и чтобы к нему присмотреться. Что касается недостатков. Время сведения 4 секунды, ребят. Но при этом, если вы поставите оборудку, улучшающую на первом и на втором слоте в отношении в левом ряду, я имею ввиду. Поставите себе именно на сведение. То здесь будет где-то в районе 3 секунд. Ну и в целом, ребят, станет гораздо комфортней. Поэтому Type 62 однозначно могу рекомендовать как машину, к которой стоит присмотреться. Что касается АМХ. Машина морально устаревшая. Да, на сегодняшний день она не сильно сияет красками какими-то. Да, пускай она не разрывает рандом. Свое дело старик делает. Вы можете плюс-минус что-то танковать. У вас вполне нормальное в отношении скорострельности и ДПМ орудие. Да, вы действительно можете неплохо пробивать своим пробитием в 232 заявленным. Плюс есть подкалиберные на 263. И угол склонения орудия вниз минус 10, который добавляет комфорта в игре. Это далеко не имба. На сегодняшний день на уровне есть гораздо интереснее машины. Ну, по типу той же самой, допустим, Акулы. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно. 4,5 тысячи за, в принципе, на сегодняшний день, за такие деньги годный премиумный танк 8 уровня. Довольно-таки нормальный тяжик. Да, пускай в чем-то где-то пробивающийся. Это вполне нормальный объективный ценник. И здесь, ребят, стоит отметить, что я немножко перескочил, пропустил Е25. Е25, ребят, тоже могу рекомендовать за 3,5 тысячи. Машина очень бодрая, очень классная, обладающая шикарной подвижностью, бешеной скорострельностью и довольно-таки жалящим орудием с хорошим пробитием. Даже на своем вот седьмом уровне готовая сражаться против восьмерок, правда, периодически заряжая кумулятивные снаряды. Но, ребят, машина не этим хороша. Хороша тем, что это такая себе маленькая пиранья, которая, если кого-то загуслила, то со своей бешеной скоростью перезарядки меньше 3,5 секунд, если вы поставите соответствующее оборудование, просто разбирает своих соперников. И, допустим, ПТшки, которые не имеют башни, как и сама Е25, поставленные вот так вот как-то боком, держа их на катке, вы абсолютно спокойно их разбираете и отправляете в ангар. Плюс к тому, вы можете помогать союзникам таким образом разбирать ТиДжей и подобные машины. В общем, машина очень бодрая, я в свое время получил на одном из аккаунтов, на одном из аккаунтов купил, даже на двух аккаунтах на новогодний аукцион. На основу и на дополнительный аккаунт из жадности я приобрел себе Е25 и абсолютно не жалею. Поэтому однозначно рекомендую данную машину к приобретению, но сначала посмотрите обзор на моем канале, чтобы понимать, что она собой представляет. Что касается АМХ, тоже могу рекомендовать, потому что 4,5 тысячи за восьмерку тяжелый танк, который, в принципе, и фармит, то нормально. Я бы сказал, это очень годный, приятный ценник. Этого я не могу сказать про Т-2020 по одной простой причине, потому что машина на сегодняшний день крайне устаревшая, крайне слабая. И в основном в рандомных боях удовольствия вы получать абсолютно никакого не будете. Это связано с тем, что время перезарядки 13,5 секунд практически. Окей, хорошо, улучшите, будет 13 секунд перезарядки. Да, хороший средний урон в 400 единиц, но ДПМ лежащий на плинтусе и ваше время перезарядки, друзья мои, вам необходимо пережить. Если вы посмотрите на бронирование данной машины, то увидите, что здесь похвастаться нечем. По броне это средний танк, по большому счету, даже с приведенками в прямой проекции здесь 274. Чуть-чуть довернулись, становится уже меньше 250 и вас, в принципе, в бою прошивают все, кому не лень. Обалденно смотрится машина со своими экранами, но, ребят, эти экраны, по большому счету, ничего не дают. 31 миллиметр дополнительной брони, это типа защита от фугасов, но фугасами вас никто бросать не будет спереди, поэтому, кроме как красоты, машина ничего от этих экранов, по большому счету, не получает. И опять-таки, посмотрите обзоры у меня на канале, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Хотя кто-то говорит, что на данной машине делает неплохие результаты, но это все-таки считанные единицы игроков. Что касается ЛТ-432, ЛТ-432 за 6 тысяч. Вполне себе нормально, приемлемо, если вы любите легкие танки и готовы справиться с основным минусом данной машины, это минус 5 углы склонения орудия вниз. Согласитесь, для легкого танка такие скудные углы склонения орудия, это крайне дискомфортно, на всякого рода неровности, по которым вы будете гонять на данной машине. Плюсом машины является низкий силуэт, крайне плоская башня, ну, короче говоря, где-то помогает не получить пробития, особенно если вы где-то прячетесь за укрытиями, за какими-то не на неровностях, а именно за укрытиями, то ваша башня, она настолько маленькая, что выцелить ее крайне сложно, ну и броня здесь приведенная тоже есть. В общем, годный прикольный аппарат, интересный, доставляющий удовлетворение. Единственное, что, как я уже сказал, будьте готовы к малому углу склонения орудия вниз, ну и, в принципе, если совладаете, будете получать удовольствие. Следующий у нас на очереди, ребят, за 5,5 тысяч, Черепаха МК-1 Тортл. Плюсы, плюсы, однозначно хорошее бронирование, довольно комфортное орудие для своего 8 уровня, 7,7 время перезарядки, которое можно улучшить, очень хороший заявленный ДПМ, который получаем за счет того, что на время перезарядки надето орудие со средним уроном в 330 на базовых снарядах. Пробития больше, чем достаточно для того, чтобы играть на 8 уровне. По большому счету, особого дискомфорта в машине не вызывает само орудие, поскольку углы склонения орудия вниз минус 10, наверх плюс 20 и по бокам по целых 20 градусов. Это действительно крайне комфортное в этом отношении орудие, но стоит отметить крайнюю медлительность этой Черепахи, и не зря ее так назвали, 20 км в час. На 8 уровне это крайне скудно, ну и, соответственно, машина одного направления. Если вам нравятся медленные машины, на которых вы можете дотянуться до ближайшей точки ПТ и работать где-нибудь от кустов, получая непробитие, то Черепаха создана для вас. Но все-таки 5,5 тысяч, ребят, это не самый лучший вариант. Скажу откровенно, в выборе машин 8 уровня я бы, допустим, вместо того, чтобы брать за 5,5 Черепаху, взял бы себе за 4,5 АМХ. Но это мое субъективное мнение. Что касается объекта 274А. Один из самых лучших по сбалансированности средних танков на уровне, по крайней мере, по моему мнению. Почему говорю именно так? Потому что он не превышает каких-то определенных разумных пределов в каждом из своих показателей. У него достойная нормальная подвижность, но не самый быстрый и не самый унылый. Он имеет 310 единиц урона, но при этом, ребят, не зашкаливающий показатель и не падающий вниз. Короче говоря, во всех отношениях абсолютно нормально сбалансированный танк. И действительно один из ярких представителей средних танков на своем уровне. Мне лично нравится. И, честно говоря, я считаю, что за такой средний танк отдать 6,5 тысяч можно. Это вполне нормальный, годный ценник для данной машины. Того же самого не могу сказать про Титана 54Д. Дело в том, что Титан 54Д это машина, обладающая дополнительной механикой. Но только проблема заключается в том, что дополнительные защитные экраны, они не включаются автоматически. Если вы знаете Титан HND, тяжелый танк, то там, при попадании в вас нескольких снарядов, и когда ваша ХП опустится ниже 50% изначальных на начало боя, автоматически срабатывают экраны, которые закрывают переднюю часть. Этой механики нет у Титана 54Д. Не путайте данные механики. Данная механика в машине включается отдельной кнопкой. И таким образом, ребят, я сейчас даже не поленюсь, потрачу немножко времени. Мы с вами вернемся обязательно и дообсудим остальные машины. Я просто хочу показать, как это выглядит. Для того, чтобы вы понимали, о чем конкретно я говорю. Ищем нашего Титана. Сейчас, одну секунду, ребят. Машин все-таки, как-никак, много. Надеюсь, отнесетесь с пониманием. Где наш Титан? Вот он, в конце списка стоит. Так вот, ребят, если вы зайдете вот сюда вот в снаряжение, то как раз в снаряжении, ребят, вы должны будете закинуть себе вот это вот. Привод бронелистов. То есть, таким образом, ребят, для того, чтобы срабатывала механика, которая заявленная в машине, вам необходимо пожертвовать чем-то. Я, допустим, люблю с комфортом кататься на большинстве машин вот в такой вот комплектации. Я знаю ориентировочно, где у меня что находится. У меня две ремки. Одна из которых полноценная на все, что угодно с лечением и пожаротушением. И ускорение перезарядки. Вот одним из этого всего я должен пожертвовать. Допустим, я должен поставить себе вместо второй ремки, соответственно, вот этот вот привод бронелистов. К чему это приводит в результате того, как вы в бою находитесь? Ну, во-первых, у вас нет с собой дополнительной какой-то снаряги, да, которой вы пожертвовали. Ну, а во-вторых, ребят, вы должны будете дополнительно в бою думать о том, включить или не включить данную механику в конкретный период боя. Ну, то есть, выезжая на своих соперников, вы должны быть уверены в том, что сейчас они будут вас стрелять и нажимать на соответствующую кнопку. Ну, короче говоря, дополнительный головняк. Ну, вот честно говорю, так как есть. Поэтому Титан, ну, как бы не совсем самый лучший вариант, особенно для новичков. Да, красивая, прикольная машина с дополнительно интересной механикой, но все же сложно отыгрывается. Что касается технических характеристик, по орудию, допустим, здесь тоже абсолютно ничего удивительного нет. Здесь для среднего танка 8 уровня, между прочим, целых 10 секунд перезарядки. Да, можете улучшить, но все равно ДПМ особо высоким не станет. Средний урон 310, окей, хорошо. Вопросов не имею. В то же время время сведения 4 секунды можно тоже поправить оборудкой. Короче говоря, если сюда все поставить, то плюс-минус комфортно. Но сказать, что это действительно вау-эффект будет... Нет, ребят, вау-эффект будет только тогда, когда вы будете нажимать на клавишу срабатывания дополнительной механики, слышать звук этой механики, ну и, соответственно, радоваться, как красиво выглядит ваша машина. Но это далеко не нагибатор на своем уровне. Что касается типа 57-го. Машина очень тяжелая в освоении новичками. Дело в том, что это такой себе деду, у которого крайне долгое время перезарядки, при этом у него крайне много всяких зон, которые пробиваются. Ультимативной брони здесь какой-то нет абсолютно. Обзор на машину я уже выложил на канале. Заходите, смотрите. И на все машины я добавлю обязательно ссылки в описании под данное видео. Короче говоря, ребят, очень сложный аппарат. И прям рекомендовать его к покупке всем я не могу. Потому что ценник в 8000 это, в принципе, ценник... Ну, я бы сказал, вполне адекватный для восьмерки. Хороший, годный, классный. Вопрос просто в том, будет ли это годный, классный прем конкретно для вас. Посмотрите обязательно обзор, возможно, он вам поможет сделать правильный выбор. За 8,5 есть Рамф Панзер М48А2. Машина незаурядная тем, что у нее обалденный внешний вид. Вот этот ковш, ну и все остальные причиндалы. Но все-таки, ребят, мы берем машины не только за внешний вид, но и за то, чтобы они доставляли удовольствие в боях, могли что-то в боях сделать. А по большому счету машина-то ничем не выдающаяся. Время перезарядки у нее комфортное. 5,5 секунд можете еще и улучшить. ДПМ поднимется. Средний урон довольно-таки неплохой для своего 8 уровня. И пробитие в 210, которое, в принципе, тоже достаточное. Есть подкалиберы, которые помогут. Но, в принципе, друзья мои, если вы обладаете такими машинами, как, допустим, Паттон или Т95Е2, то эти машины очень схожи между собой по геймплею. И сказать, что вы будете получать удовольствие конкретно на Рамф Панзере. И при этом, друзья мои, ваш геймплей будет отличаться, как я уже сказал, от, допустим, 59 Паттона, существенно отличаться. Ну, так что, прям, знаете, в небо и земля. Или, допустим, тот же самый Т95Е2, который вы видите сейчас на экранах. То нет, ребят, машины отыгрываются плюс-минус одинаково. Если вы зайдете в характеристики по данной машине и посмотрите на характеристики по орудию, то здесь, в принципе, все то же самое вы найдете. Поэтому сказать, что машина Рамф Панзер действительно стоит того, чтобы за нее отдавать 8,5, нет, ребят. Этого я сказать не могу. Если уж прям на то пошло, то, хоть и не сильно мне нравится Т55А, но все-таки лучше доложить 500 голды и взять себе 9-ку. Он все-таки получше, покомфортнее, поинтереснее. Да, пускай не самый лучший на уровне, но все равно лучше Рамф Панзера. Если сравнивать с другими машинами на уровне, то я бы сказал, что это абсолютно средний-средний танк. С довольно-таки неплохим заявленным ДПМ, который можно подтянуть где-то приблизительно к 3000 урона. Ну и время перезарядки довольно-таки комфортное. В 6,4, которое можно улучшить. Ну, таким же образом вы и ДПМ-то себе поднимете. Средний урон довольно неплохой в 310, а вот что самое скудное, это угол склонения орудия вниз минус 5. Короче говоря, машина требует освоения, требует привычки, ну и требует того, чтобы не с барханов на бархан на ней прыгать, ну и, соответственно, в этот момент пытаться кого-то выцелить. Действительно очень сложно реализуемое орудие именно в отношении угла склонения орудия вниз. Ну и венец всего этого списка, 15-я машина, которая стоит на первом месте по ценнику, по его размеру, за 15 тысяч Чифтейн МК-6. Я не думаю, что данная машина требует какой-то дополнительной информации, либо рекламы. Обзоры можете посмотреть у меня на канале, как я сказал, ссылки обязательно будут в описании. Здесь, в принципе, все комфортно. На своем 10 уровне, хороший ДПМ, хорошее время перезарядки, достаточные уровни бронирования машины, особенно в башне. Ну и что касается угла склонения орудия вниз минус 10, то здесь уже речь будет идти не только о комфорте игры на неровностях, но и возможности отыгрывать от башни. Что касается комбашенки, то все не настолько плохо, потому что когда вы хоть где-то как-то на каких-то возвышениях находитесь, то комбашня практически не видна. Она не настолько большая, как кажется на первый взгляд. Что касается урона, то 400 единиц и пробития 260, я бы сказал, что больше, чем достаточно, ну и вполне комфортно на своем 10 уровне. Поэтому если у вас есть 15 тысяч, то машина, в принципе, стоит этих денег. Заманывающих цен, ребят, по большому счету, здесь нет. Я не буду говорить, что здесь есть прям какие-то дешманские машины, и я, как и многие другие, ожидал, что разработчики выкатят машины с какими-то существенными скидками. Скидок здесь нет, здесь есть абсолютно адекватные, по большому счету, на большинство машин ценники, но не более того. Что касается машин с заниженными ценниками, то есть только одна машина, на которую ценник действительно занижен. Это за 4500 AMX. Он действительно в основном продается дороже, и 4500 это со скидкой. Ну, а что касается по тем машинам, которые действительно сочетание цена-качество, то я бы поставил машины следующим образом. Их буквально несколько. Это однозначно Е25 сочетание цена-качество, 100%. Это ЛТ-432. И то, я бы сказал, немножечко с натяжкой. Это однозначно объект 274А. Он стоит своих 6500. Ну, и безусловно, своих денег стоит Чифтейн МК6. Вот такой вот ревзбурщик у нас, ребят, получился. Может, немножко долговато, но я попытался ответить на все вопросы и дать пояснение по каждой из машин, почему ту или иную машину, я считаю, годной, либо негодной к приобретению. Если вы со мной согласны, не согласны, пишите обязательно комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы за честность автора. И ставьте палец на колокольчик. Жду вас у себя на канале. А я побежал снимать для вас новые видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.